Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. В начале этого небольшого видеоролика я хочу поблагодарить за помощь каналу Викторию Анатольевну Ш, Анастасию Викторовну Д, Веру Степановну Р и всех остальных, которые в свое время продолжают поддерживать и поддерживали мой канал. Ваша помощь для меня очень важна. Благодарю за ваши интересные комментарии, за ваши репосты. Этот небольшой видеосюжет я посвящу заметке Марии Шукшиной о подземной Москве, о подземном Арбате. Почему я решила сделать эту заметку? Ну, потому что, во-первых, известная актриса, общественный деятель, видный человек, дочь русского нашего любимого писателя Василия Шукшина, и человека, на мнение которого обращают многие внимание. И мне интересно то, что Мария обратила внимание во время съемок о том, что под Москвой, по крайней мере под Арбатом, находится огромный подземный город, огромное подземное пространство. Это один из подтверждающих фактов того, о чем я, по крайней мере, много раз говорю на своих экскурсиях, о том, о чем говорят многие другие блогеры, альтернативщики, о том, что под Москвой есть подземный город. Это не только под Арбатом он подземный город, он есть под Кремлем, он есть под многими другими старинными улицами. И не только так называемыми старинными московскими улицами, а даже под теми улицами и кварталами, которые не считались древними московскими улицами, а считались далеким Подмосковьем. Это наблюдение известной актрисы является дополнением к тому, что города, засыпанные глиной, Москва в том числе, это не потому, что дома проседают или культурные слои, потому что не могут просесть дома, если под ними есть еще целый подземный город, если под ними есть стены, куда им там проседать. Это опровергает глупость, официальных историков о том, что дома проседают. Но есть такая версия, что дома проседают, вот поэтому они врастают в землю. Это очень часто во многих и художественных произведениях, и краеведческих, в том, что дома, вот он просел в грунт, зарос. Вот он настолько старый, что он так вот просел в грунт. Кирпичные дома не проседают в грунт, потому что под ними мощные фундаменты стоят. Ну и под Москвой целый подземный город, о чем говорил еще Стилецкий, исследователь подземной Москвы. Я неоднократно в своих фильмах на него ссылаюсь. Соответственно, вот еще такое интересное наблюдение известной актрисы. Давайте его посмотрим, почитаем. Интересно еще то, что оно сделано, вот оно, свежее, 26 июля 2021 года. Записал Илья Богомолов. Во время одной из съемок актриса узнала, что под центром Москвы есть огромное пространство с высокими потолками. Вот нельзя таких людей, думающих запускать подобные места. Актрису Марию Шукшину спросили о ее любимых и нелюбимых местах в Москве. 54-летняя артистка заметила, что во время съемок ее часто закидывают в разные интересные места. Одно из них оказалось подземным городом под Арбатом, в который звезда попала во время производства сериала «Станица» для Первого канала. Огромная подземная территория, занимающая весь Арбат. Там потрясающая кирпичная кладка. Я видела такую кладку в храмах, в старинных монастырях, описывает место Шукшина. Там было темно, и мы ходили с фонариками, с телефонами. Но я боялась отходить от места съемок. Мало ли что. Можно случайно забрести. Там много туннелей. Целый подземный город. Что это и для чего? Как это используется? Не знаю. По словам актрисы, во время съемок она много фотографировала на телефон эту загадочную локацию. А потом гаджет сломался, и все снимки пропали. Вот тоже очень странно, конечно. Мария Васильевна говорит, чтобы попасть туда, нужно получить специальное разрешение. Но в этом подземелье иногда снимается кино. Причем это не катакомбы с низкими потолками, по которым нужно идти пригнувшись, а пятиметровые потолки, огромное пространство, целый город с улицами и переулками и коридорами, цитирует Шукшину журнал «Москвич». Желающим взглянуть на это место, актриса порекомендовала посмотреть сериал «Станица» 2013 года, посвященный страшным событиям в Кочевской. Эпизод, где ее героиню бросают в темницу, снимался как раз в подземелье под Арбатом. Тем временем в сети можно найти множество свидетельств о том, что подобные сооружения в центре Москвы действительно существуют. Ну, по всей видимости, это вот здесь, это четвертая серия. Я буду кадрами, вы можете сами найти и посмотреть внимательно, потому что видео на ютубе показывать нельзя, авторское право. А вот такую раскадровку мы можем посмотреть. Вот, видимо, эти стены Мария имела в виду. Интересно, что там была и штукатурка, по всей видимости какая-то. Да, штукатурка была. Что-то там такое в подземельях. Вот под Арбатом. Тоннели здесь не показывают. Стены кирпичные. В начале этой серии и в конце этой серии. Это не фрагменты подземелья Арбата. Да, штукатурка там была. Вот хороший кадр. Все это облезло, облетело. Кирпичная кладка и довольно толстая штукатурка. Так что здание использовалось когда-то. Проводка, может быть, советская проводка. Да, действительно. И поэтому это еще одна зарисовка к тому, о чем есть наши фильмы, вот многих исследователей, в том числе у меня, о том, что допотопное метро, допотопное условно, да, до глина, засыпа, оно было. Оно было в этом государстве, царстве государства. Кто его строил, мы пока точно не знаем. Подозреваем, что все-таки не Романовы, потому что Романовы захватчики. А захватчики-паразиты, они, как правило, не созидают. Они пользуются тем, что было построено до них. Соответственно, метро могло быть, если существует целый подземный город с высочайшими потолками, 5 метров, как она заметила, 5 метров. А может быть, там были и больше потолки. Может быть, там были и 10-метровые. Там, где побывала Мария Шукшина, вот она писала это все в этой статье, в том числе. Это одна из зарисовок. Поэтому я делаю такое короткое видео, чтобы на него в дальнейшем ссылаться. Иногда сложно человеку смотреть целый большой фильм, 30-40 минут или часовой фильм. А вот такие короткие зарисовки, они очень информативные, точные и сразу все ясно. Так что на этом пока все. Благодарю за внимание. Принимайте к сведению. Делитесь этим видео для тех фом неверующих, которые говорят, что не было ничего, или дома там проседают, потому что они тяжелые, или потому что люди накидывают мусор, потому что это культурный слой, потому что они дворы не убирали. Ну вот мы знаем, что под Арбатом, по крайней мере, вот нам подтвердил человек, который там действительно бывал. Туда так просто не попадешь. Это правда. Нужно специальное разрешение. Тем ценно это мнение человека, который не является альтернативным историком, который является актрисой, общественным деятелем. И вот она нам такую дала. Дала такой, можно сказать, подарок в виде своего мнения. И плюс фактов, на которые можно посмотреть, которые есть в сериале «Станица». То есть не просто так, она конкретно указывает место, где можно это посмотреть. На сегодня пока все. У меня впереди очень много интересного материала. Будут как короткие ролики, заметки, так и исследовательские. Я приехала недавно из экспедиции, ездила в Сталинград. И у меня есть для вас подтверждающие новости о допотопном Сталинграде. Но это чуть позже. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мои каналы, оставляйте свои комментарии. Всех вам благ! Спасибо! Продолжение следует...